всем добрый вечер думаю что важно начать вовремя рада всех видеть меня зовут екатерина одарченко и сегодня я открою наше мероприятие а я жан собственно будет его модерировать поэтому с вашего позволения хотела бы представить кратко чем занимается и гапа рассказать немного также о себе и о поводе сегодняшней встречи меня зовут екатерина одарченко в принципе меня не слышно нет вот она сейчас прямом эфире слышим хорошо это значит мы не слышим вас да пожалуйста скажите когда будем начинать потому что у нас уже большой коллектив по зуму с регионов и и ну скажите когда можем начинать да спасибо катерин можете что-нибудь сказать добрый вечер добрый вечер 1 2 3 тест вашингтон на связи работает не знаем как в студии нам слышно хорошо отлично тогда будем начинать я как опытный участник всех демонстраций могу погромче просто если сколько времени сейчас катерина 936 утра утра до утра классно ну вы ранее пташка я нет нет не люблю это тело ну я здесь сижу тоже хорошо устроился ем виноград на макинский у меня во дворе растет мускат а здорово да у нас херсоне тоже кстати виноград знатный даже мускат тоже есть да у вас да есть мускат у нас но вот в моем регионе который надеюсь скоро снова вернется большая винодельчий винодельческое дело еще со времен на трубецких вот к сожалению сейчас разворовали его но это вот еще трубецкой начинал эту практику и мускат тоже слава украине я сейчас же как раз занимаюсь вот адвокацией в сенате в конгрессе тяжелая работа такая честно вот у вас там большой фронт работы американцы если перенаправят арестованные средства в качестве репарации украине это будет хороший шаг ну я этим и занимаюсь да но там же есть механизм через рико акт как как бы антиклиптокрасе да вот эти все вещи а есть ряд законопроектов по снятию иммунитета ну через признание государством спонсором терроризма это ряд законопроектов то есть сегодня байден сделал большой шаг в этом направлении зеленский очень замечательно выступил его 5 инициатив это прям шикарное шикарное выступление было на самом деле профессионально очень все позавчера тоже встречались с главой офиса нэнси пелоси ну так достаточно надолго и они рассказывали непосредственно вот ну как бы свою стратегию по оружию там все хорошо а вот по государству спонсору терроризма нужно как бы образовательная часть программы потому что пока население это до конца не понимает да и вот и политики тоже не все понимают поэтому мы занимаемся этой образовательной работой ну чтобы в какой-то из законопроекта все-таки прошел но кому интересно я потом этот опыт расскажу потому что это но действительно да такой опыт лоббинга да отличных историй перейдем к теме нашей беседы а я жан мы готовы вы как главный координатор и командуйте пожалуйста готовы да хорошо значит так меня зовут катерина дарченко рада видеть всех с кем мы давно сотрудничаем да и с кем мы познакомились только сегодня непосредственно я заберу 15 минут от нашей живой дискуссии которая благодаря а я жанна проходит сегодня также в офлайн таком анти антиковидном до офлайн варианте спасибо вам большое и я заберу 15 минут времени расскажу немножечко про и гапу и о возможно чуть-чуть о себе да я возглавляю компанию сегруп которая девять лет да вот наверно на данный момент девять лет занимается услугами в сфере политического консалтинга коммуникации международного лоббинга международного пиара таких сложных деликатных услуг вот и в связи с этим так как у нас мы сотрудничали очень много с представителями соединенных штатов да в том числе вот там с майклом капу то да он советником трампа был мы вступили также в международную ассоциацию джей специалистов government affairs иначе известно вам как и гапа и я как человек активный предложила в и гапе развивать более интенсивно направление восточной европы и центральной азии то есть наших стран которые до этого ну скажем так западным лоббистом ну были интересны но они не занимались интенсивным развитием этой категории связи и нетворка непосредственно вот в наших странах ну ровно так же как и в африке да то есть это была такая вот организация ну скажем так консервативного классического джаара и лоббизма да который присутствует в соединенных штатах британии канаде отчасти вот и я считаю что именно сейчас прекрасный момент для того чтобы развивать индустрию потому что ну как бы весь цивилизованный мир понимает что коррупционная модель да вот порешать вопросы да то что нам очень знакомо да такое терминологический аппарат это уже будет не работать и к тому же что в сложной геополитической ситуации да ну вас она еще более сложная потому что накладывается влияние китая да необходимо ну говорить с западом на их языке да а западом на их языке это конечно ну методы лоббирования да как бы политического лоббирования это знание своего ну особенностей своего дью дела своего бэкграунд чека да без которых без этих основ да если мы не донесем нашим специалистам да все эти инструменты то мы просто ну не сможем эффективно работать и я этот путь также проходила потому что практики government relations в украине они отличаются от практик в соединенных штатах как практик в структурах европейского союза поэтому она непосредственно я это все также проходила на своих контрактах в украине я также давеча зарегистрировала политическую силу поэтому я сапожник сапогами да то есть не только консультирую но и провожу как бы подобные проекты и для себя и подписывала эти контракты и для себя в соединенных штатах поэтому ну собственно могу поделиться достаточно широким практическим опытом до человека который вышел из другой среды да то есть вышел из среды ну как бы неурегулированных до отношений в украине они остаются тоже неурегулированными создавших профильную ассоциацию в стране и успешно работающий также на международном рынке вот ну хвалить себя это всегда приятно перейдем к сути зачем оно нужно людям в казахстане да и о том что вот мы реализовывали с аяжан и с диной рахимбеком насколько я понимаю дина также с вами в зале сегодня вот собственно когда мы познакомились с аяжан мы познакомились на тему собственно профессиональных услуг по выборам по политическому консультированию там самых прогрессивных методов исследований мы тогда активно развивали использование поведенческой экономики в политических технологиях нейромаркетинга ну таких очень интересных вещей мы с аяжан на эту тему вот стали общаться и аяжан года три да это было назад где-то так вот и непосредственно у нее возникла также идея зарегистрировать местную ассоциацию да которая сотрудничает с игапой в таких векторах то есть первый вектор мы с вами развиваем институцию да и и ну каждый сейчас практикует своей сфере ну допустим сфере ну давайте чтобы не переходить на личности скажем тогда вот возьмем абстрактного человека да допустим ну вот дамир некий дамир иванов да вот он допустим практикует в сфере связи с оборонным сектором да давайте не государстве давайте частный оборонный сектор допустим это абстрактный персонаж снова же чтобы не сразу не стали искать контакт с дамиром потому что оборонный сектор всегда интересен да это абстрактный персонаж да и вот соответственно он зарабатывает на контрактах да в этой сфере но почему бы не развить скажем так институцию не развить запрос да или те кто работают в маркетинге, да, это называется развитие категории, да, то есть когда люди раньше сок не пили, а потом как бы они посмотрели рекламу и думают, да почему бы не пить сок, в нем же витамины, он сладкий, на работе хорошо пить, когда не успеваешь покушать, да, и ты развиваешь соответственно категорию и начинаешь уже иметь не одного клиента, да, в сфере, ну, как бы, жаркоммуникаций, а 10, потому что нельзя продать то, что люди не понимают, да, то есть если человек не понимает, зачем ему там заниматься лоббизмом с еврокомиссией, да, как бы, или не знаю, как вести диалог там с мировым банком или тем более каким образом выстраивать отношения с достаточно сложным американским политиком, когда геополитическая ситуация постоянно меняется, то есть развивая эту категорию, мы все совместно развиваем свои ниши и если говорить со стороны бизнеса, да, ну, то есть привлекаем больше контрактов, да, как с международной стороны, то есть тех, кто заходит в других стран, хочет работать в Казахстане, да, ну, или там иностранные инвесторы, если хотите, так и внутренний рынок, да, то есть если ассоциация производителей сока, да, еще как бы такой нет, то у нас вот посмотрите, сколько работает, надо создать ассоциацию производителей сока, потом нужно им написать законодательство, допустим, я не знаю, о типах упаковки для сока, да, и так далее, и так далее, то есть это появляется целый кластер, много, ну, я даже скажу, что, наверное, ну, миллиардный рынок, если в тенге считать, собственно, который, ну, позволяет нам развивать свои компании. Это, ну, говоря непосредственно про бизнес и про деятельность в Казахстане. Второе, безусловно, эта тема, она интересна, и, конечно, вы получаете медиа-охваты большие, когда эту тему продвигаете. То есть я вам скажу вот по своему опыту, что когда мы сделали медиапроект от Украинской ассоциации лоббистов, ну, в нем поучаствовали все ключевые медиа-страны, потому что им тема лоббизма была интересна, да, читателям эта тема была интересна, а почему лоббизм борется с коррупцией, а почему это прозрачный диалог, а чем это хорошо для государства, а как это в целом работает, а как заниматься лоббизмом не там, не знаю, частной оборонной промышленности, а лоббизмом интересов, допустим, женщин, которые страдают от домашнего насилия, те ли это инструменты, да, и, собственно, все ключевые медиа, да, об этом написали. И, конечно, они пишут не про Катю Адарченко, они пишут конкретно там вот про Мурхулана или про Рахимбека или про Анвара, да, то есть тех людей, которые, ну, непосредственно занимаются, да, этой сферой. Поэтому это прекрасный также метод для пиара, да, и тем более сейчас, когда, ну, Такаев заявил о, ну, скажем так, большей, да, контакте с Западом, да, о возможном смене вектора, о политической реформе, это вполне, ну, как по мне, такая благодатная тема, да, то есть это, ну, плюс в контакте с прессой. Третье, это, очевидно, оно полезно для развития демократии. Смотрите, рынок коммуникаций, ну, если мы говорим, я сегодня не хочу уходить в там философские темы государственного управления, почему это важно, если хотите, как-нибудь об этом поговорим, но даже если смотреть со стороны, ну, непосредственно, как бы пользы этого рынка для экономики, то я вам скажу следующее, что когда существует профильная ассоциация, лоббисты, и они ведут постоянный диалог, вот такой системный, практичный, с там профильными комитетами, с муниципалитетами, это, безусловно, полезно для развития демократии и качества законодательного процесса. Ну, я же тоже ознакомливалась с биографиями многих ваших политиков, да, и в основном у вас, ну, вот такой, как бы, опыт, да, зашел на должность, всю жизнь на должности. С одной стороны, ну, где-то это хорошо, да, как бы, потому что формируется понятная вертикаль, да, с другой стороны, это формирует, ну, закрытость системы, а закрытость системы всегда не учитывает интересы, ну, сторон, которые вне системы, поэтому качественно, если ассоциация производителей СОКа знает, какие, какое регулирование, какая регуляторная политика им нужна для того, чтобы, ну, развить свою отрасль, развить экономику, да, то и они могут себе позволить, ну, нанять лучших консультантов для проработки, там, развития своей отрасли, это, ну, весьма полезно для государственников, весьма полезно для системы, которая адаптирует именно этот формат коммуникации. У вас сейчас это есть, насколько я понимаю, в формате таких бизнес-советов, да, но лоббинг говорит в целом о том же. И, конечно, ну, методы адвокации, да, это основные методы, ну, развития демократичных отношений в целом, да, потому что по-хорошему вся публичная политика тоже начинается с общественных интересов, когда люди требуют, ну, как бы определенных вещей, тех же там социальной защиты, но это потом переходит, ну, очевидно, в некие тексты, ну, внутри законодательного процесса, да. И также, снова же, вот, у американцев, да, у британцев есть большой такой люфт, что не понимая нашего менталитета, а тем более, ну, как бы не понимая часто еще и, ну, основ, основ ислама, да, как бы тех ценностей, которые заложены, они, ну, как бы просто не могут себе найти партнеров в наших странах, а, соответственно, не реализовывают проекты в наших странах. И ГАПа дает некий все-таки стандартизированный такой формат приглашения, да, то есть мы гарантируем, что люди, которые в нашей системе, это люди, которые не имеют красных флагов, да, ну, красные флаги, это что, они задействованы в коррупции, да, они имеют скандалов, имеют определенный профессиональный опыт и бэкграунд, поэтому, снова же, это, ну, формирует и внешний поток, да, как бы связей, контактов и так далее. И в конце я, конечно, скажу, что когда мы представляем свое правительство или свои инициативы, политические партии, то есть занимаемся политическим лоббизмом, либо же представляем большие госпредприятия, да, что тоже, ну, на это есть спрос, безусловно, то, ну, реализовать самостоятельно эффективный проект в Соединенных Штатах без американского лоббиста, ну, это практически невозможно. То есть можно делать, можно покупать там какие-то меди-ивенты, публичную дипломатию, можно делать красивые фотографии, даже ходить на молитвенные завтраки и там фотографироваться, но если мы хотим получить результат, нам, безусловно, ну, как бы нужно работать с профильными специалистами, допустим, которые работали в US Treasury, которые работали в Белом доме, которые долго находились в, как бы, ну, в Конгрессе или в Сенате, имеется в виду, работали с тафферами, да, ну, писали эту нормативку, да, тогда наши начинания будут эффективными, да, и они достигнут цели. И снова же внутри ИГАПы вы можете четко видеть, какой лоббист имеет какую специализацию, потому что, ну, человек, который работает, допустим, там, с новым рынком блокчейна, да, и законодательного регулирования, там, в сфере криптовалют, очевидно, он не будет работать с темой ренты на руду, да, или какой-то другой, которая несмежная. Вот эти темы я хотела бы с вами обсудить, да, хотела бы с вами обсудить, да, также запрос на сотрудничество с Центральной Ассоциацией. В конце дискуссии, когда вы представите свои практики, я с удовольствием также их послушаю, да, а Яжан расскажет более подробно о Ассоциации, могу ответить также на определенные вопросы, поделиться опытом отсюда с Вашингтона или тот, который мы имели прежде. Еще раз большое спасибо всем вам, что присоединились. Я тогда больше не буду занимать сцену. Вот, и передаю слово Аяжан для модерации. Спасибо еще раз большое. Аяжан у нас пионер нашей отрасли в Казахстане. И Аяжан вот знакомая и с нашими членами управления, с бывшим прокурором Флориды. Вот, собственно, ну, совместно мы работали на форуме в Стамбуле, поэтому она, ну, как никто другой, да, отлично понимает, зачем это нужно и как раз связывает вот этот рынок политического консалтинга с рынком Джиара, которые, ну, связаны во всех странах. Я скажу, что даже вот здесь образование так построено, да, что политический менеджмент, лоббинг и менеджмент общественных организаций, это где-то, ну, одна сфера наук, которая потом переходит в смежные практики. Поэтому спасибо вам большое. Передаю вам слово. Я буду здесь на связи. Не слышно вас. Сейчас как слышно? Отлично, отлично слышно. Мы в таком режиме работаем. У нас здесь порядка 7-8 человек присутствуют в офлайне. Я поприветствую. Да, меня зовут Ая Жан. Возглавляю ассоциацию по связям общества, бизнеса и государства. Создали непосредственно для того, чтобы быть неким коммуникатором, да, среди трех сторон. Работаем с Катериной, да, где-то, наверное, уже 3 года. Пришла, на самом деле, в Джиар, да, это, наверное, с политтехнологии, с выборной избирательной системы. Уже, наверное, 15 лет занимаюсь этой сферой. Но когда Катерина вышла с такой инициативой провести такую конференцию, скажем, да, коммуникативную, да, площадку с Джиар-специалистами Казахстана, я сразу откликнулась и сказала, давайте в офлайне хотя бы кто в городе Астана соберемся, познакомимся между собой, потому что, ну, между собой необходим нетворкинга, да, потому что проекты у всех в разных сферах, в отраслях, да, они могут быть разные, но сфера одна, да, мы Джиары, лоббисты, вот. Поэтому я бы предложила начать с кейсов, да, вот Вероника, может быть, да, поможет по списку, либо представится у нас кто в офлайне, мы рассказали, да, какие есть кейсы, какие ожидания, какие вопросы, да, Катерина, вам. Где-то, возможно, кто-то другой сможет прокомментировать. И в таком ракурсе мы познакомились и уже понимали, да, каждого отрасли, да, и специфику работы. Как считаете? Спасибо большое. Очень-очень интересно, потому что я также знаю не всех, и, ну, я думаю, что интересно понимать, кто чем занимается, какие сильные стороны, возможно, практики. И я бы попросила также Веронику с офиса ИГАПы, ну, выслать нашу адженду, да, в чат, чтобы все видели и, возможно, написали, на какую тему хотели бы еще выступить в будущем, потому что я понимаю, что вечер, и очень сложно конкурировать всегда с вечерней программой после конференции. Все уже хотят начать эту вечернюю программу, поэтому сложно с ней конкурировать. Спасибо, Ая Жан. Ая Жан, я передаю полностью управление мероприятием в ваши руки, буду слушать, дополняет. Спасибо. Тогда давайте, наверное, мы представимся. Здесь в офлайне, да, кто у нас еще не представлялся, да, давайте начнем. Затем, кто вы в онлайне, поднимайте руки, либо напишите, да, что готовы представиться, либо есть вопрос, чтобы мы уже понимали, да, и познакомились, и нашли там точки, да, соприкосновения. Кто в офлайне, давайте начинать. Слава, давайте. Хорошо. У нас времени хватит. Посмотрите, какая мощь. Тогда предлагают познакомиться как? По ходу. По ходу вопросов? Да. Давайте я подел расскажу тогда, если... Сейчас, все, я захожу тогда в чат. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот Козыбек хочет рассказать, у него очень большой опыт в Джиаре тоже. Давайте тот, кто хочет представиться, по одной минутке представимся. Это же цель нашего мероприятия. Здравствуйте, да, меня зовут Козыбек, моя фамилия Шаих, но в Казахстане обычно много людей знает, с этим проблем нет. Значит, я, наверное, для американских наших коллег будет интересно. Я дважды возглавлял комиссию по контролю за президентскими выборами, Назарбаева и Тукаева, в начале его, как бы, первых его выборов президентских. Являлся, значит, был зампредом, кто, может быть, знает, раньше была такая организация, Казинвест, это государственное агентство по увеличению прямых иностранных инвестиций. Фактически это была первая Джиар-структура в Казахстане, которая занималась Джиаром не только внутри страны, но самое, что немаловажно, мы осуществляли коммуникацию с Джиар-службами и вне Казахстана. Потому что здесь, конечно же, получили большой опыт, большие наработки. Мы, по-моему, с Аяжаном тоже знакомы, потому что Казахстан очень маленький, Екатерина, понимаете, мы друг друга, китайцы не зря говорят, вы друг другу в лицо знаете, так и есть, потому что плюс еще мы все друг другу родственники. Я не знаю, вы знаете, прикол или нет, что есть анекдот такой, что казахов лучше сразу пристрелить, потому что через пять минут мы точно окажемся родственниками, причем очень близкими. В этом есть наше преимущество и в этом есть наше конкурентное преимущество, потому что, когда я был в Соединенных Штатах Америки, там эта технология называлась очень сложно Relatives Relations. У нас нет такого термина Relatives Relations, потому что это наша жизнь, то есть мы в этом живем непосредственно. Это с одной стороны. С другой стороны, конечно же, это очень сильно влияет на специфику GR в Казахстане. Менять то, что работает тысячелетиями. Это работает тысячелетиями. И поэтому в Казахстане у нас GR-технологии, они есть, вот чтобы вы понимали, у нас очень широкая палитра GR-специалистов. То есть есть GR-специалисты, которые напоминают Украину 2012 года, или 2010 года будет точнее, и есть GR-специалисты, которые работают на самом деле на самом высоком уровне, и они пользуются услугами, их услугами пользуются достаточно активно еще и за рубежом, потому что очень много хороших специалистов, которые закончили хорошие, солидные, престижные университеты, в том числе и университеты Соединенных Штатов Америки. Многие из них работают в Соединенных Штатах Америки. Вы знаете, что казахстанцы очень широко представлены в экономике ведущих компаний Соединенных Штатов Америки. Даже таких, как Google, Tesla, Microsoft. То есть вы можете забрать любую компанию, вы обязательно там найдете дюжину казахов, которые, как вы уже поняли, являются друг другу родственниками. Это тоже, опять же, наше преимущество. Теперь я просто двигаюсь по вопросам, которые мне задавали. Конечно, у Казахстана есть большие возможности. Также я был членом национальной комиссии при президенте. Также вот на данный момент я являюсь членом президиума Общественного совета МИИР. Я думаю, для вас это ни о чем Катерина не говорит, но казахские коллеги, я думаю, сразу поймут, о чем я. Это где-то порядка 80% казахстанской экономики. В том числе и оборонно-промышленный комплекс, в том числе и индустрия, в том числе и недропользование. В общем, все. Вы можете вот любую сферу называть, и эта сфера подпадает под деятельность МИИР. Это Министерство индустрии и инфраструктурного развития. К нам же относится и авиация, к нам же относится стандартизация, разработка сертификации, стандартизация, верификация. Все, что вы не берите, это все относится к деятельности МИИР. И являясь членом президиума МИИР, я возглавляю комиссию по ГЧП, государственно-частному партнерству и связям с общественностью. И пользуясь случаем, я хотел бы пригласить всех джиарщиков, потому что вы знаете, быть членом общественного совета это иметь возможность непосредственно влиять на государственные программы и проекты. Почему? Потому что ни одна бюджетная программа в Казахстане без одобрения общественного совета финансирование получить невозможно. Никаким образом. Потому что ни юстиция, ни финансы не подпишут заявку бюджетную, если нет подписи или заключения общественного совета. Это очень важно. Я приглашаю всех присутствующих здесь коллег. Мы сейчас, вот я буду заниматься вопросом построения архитектуры, экспертных советов нашего общественного совета. и буду рад, если вы захотите принять в этом участие, то есть не теоретически влиять на те процессы, которые происходят, а непосредственно, практически продвигать крупные проекты, серьезные проекты. Там действительно большие возможности. И тот состав общественного совета, который у нас есть, таким объемом, ну 60%, почти 80% экономики Казахстана, ну это очень too much, в смысле, для на плечи 30 человек, поэтому я уже выступал многократно, слава богу, я получил поддержку со стороны других членов общественного совета о том, что необходимо нам формировать архитектуру экспертных комиссий, экспертных комитетов. Вот так же я имею в виду. Да, пожалуйста. А у меня вот по вопросу, может быть мы сразу тогда по теме, по темам пройдемся, Катерин. Как вы скажете? Мы просто вот здесь предложение, да, чтобы... Катан, вам виднее, вам виднее вы на месте, ну как бы вам виднее. Вот это те темы, которые мы с вами обсуждали, но они не догма, ну то есть я думаю, что тут вам, вам как модератору виднее. Ну и Казыбек поднимает очень интересные... Да, я вот тут все озвучиваю, да, допустим... Это окно возможностей. Это окно возможностей, да. Это большое окно возможностей для сегодняшних сидящих людей, потому что также я являюсь членом регионального совета палаты предпринимателей города Алматы, членом правом голоса двух комитетов палаты предпринимателей Республики Казахстан, в частности, в комитете по вопросам строительства и комитет по вопросам развития бизнеса. Это на уровне... Давайте вопрос, смотрите, мы обсудим, допустим, вы же сейчас в разных комитетах, комиссиях, да, какой вот все-таки сейчас у нас юридический статус, да, вот, скажем, лоббизм, ЭДЖАР в Казахстане вы понимаете, видите, стоит ли нам сегодня в этом направлении работать вообще? Либо, в принципе, нам так удалось. Вопрос очень хороший. Если вы... Потому что если у нас закон о лоббизме, его у нас нету, и в ближайшем будущем он никогда у нас не появится по многим причинам. Во-первых, чтобы сформировался лоббизм, я думаю, вот Катерина меня подтвердит, должен сформироваться определенная страта в обществе, которую мы называем элитами, то есть те люди, которые могут быть лоббистами. Потому что возникновение ДЖАР, оно уничтожило лоббизм как таковое. Потому что технологии ДЖАР и технологии лоббизма это лоббизму где-то три с половиной тысячи лет официально. ДЖАР насчитывают меньше тридцати лет. И он более конкурентоспособный, более сильный, чем лоббизм. Почему? Потому что другой инструментарий используется. ДЖАРщики, они инициировали закон о лоббизме в Соединенных Штатах и закон о борьбе с коррупцией в Республике Казахстан. Потому что у нас ДЖАРщики делают все, чтобы вымыть и выбить основу из-под лоббистов. Потому что лоббизм его специально делают запрещенным, потому что ДЖАР использует более сложные, более эффективные и менее токсичные для общества технологии. И это, конечно, не может не радовать. ДЖАР, он по своей технологической мощности это Тесла. Лоббизм это ЕСЕ-Карба, я не знаю, вы знаете, Катерина, такое слово, я думаю, казахстанцы поймут. То есть лоббизм это ЕСЕ-Карба, древний, очень хороший инструмент, но лоббизм слишком узкое горлышко и слишком высокая вероятность попасть под действие закона о борьбе с коррупцией. Потому что я также, поскольку я был дважды членом созыва Общественного Совета города Алматы, как нас называют, депутат Общественного Совета города Алматы, и я несколько раз был членом комиссии по борьбе с коррупцией на разном уровне, и на республиканском уровне, и на отраслевом уровне. И поэтому я очень хорошо знаю нюансы закона о борьбе с коррупцией, и те технологии, которые, я же говорю, что у нас есть джарщики образца Украины 2010 года, которые, ну, их очень сложно отличить от коррупционеров. И есть джарщики, которые работают на очень высоком уровне, действительно на высоком уровне, это очень тонкое знание законодательства, это очень красиво выстроенная архитектура и связи с общественностью, и информационной архитектуры, которую формирует джарщик, продвигая свои проекты, и в третьем очень четкая, красивая, коммуникативная сеть, сеть агентов влияния, то есть есть проекты, которые прямо вот не могут не радоваться. Я видишь, как его строят, ты видишь, как его проектируют, ты видишь, как это все реализуется, и это вызывает такой очень приятные впечатления. И видишь так же, когда люди не знают, то есть ты ему говоришь, что такое коммуникативная сеть, или, например, матрица законопроектов, например, и они не понимают, что это, или архитектура, например, связи, и они не понимают, что такое, и, так скажем, здесь еще большую роль играет Катерина, видите, в Казахстане наш парламент очень специфичный, он такой, как сказать, нельзя сказать, что наши депутаты там совсем не работают, они хорошо работают, двигаются, но инструментарий заниматься лоббизмом у них очень узкий, почему очень узкий, поэтому, например, у нас есть такой феномен, который никогда нет в Соединенных Штатах Америки, у нас депутаты Мажелиса могут уйти с позиции депутата ради министерской должности, то есть, это фантастика, почему, потому что, ну, с позиции, где ты решаешь все, уйти, где ты просто исполнительный орган, ну, как бы, это нонсенс. Ну, мотив такого ухода тоже понятен, потому что у нас, ну, как бы, позиция министра обычно связана с, ну, коррупционными потоками, но это не работает, но слава богу, вот кто есть у нас, здесь может быть, есть специалисты по системе госуправления, есть у нас в Казахстане какой методологический сдвиг произошел, вы знаете, что форма государственного управления, есть три основных потока, ну, в смысле метода, который методологически использует государство, в Казахстане долгое время присутствовал так называемый, эффективный подход к государственному менеджменту, к государственному управлению, Он сводил к полному отрицанию выборы как таковых и представительной власти в лице депутатов Мажелиса или депутатов Маслихата как таковых. У нас есть, Катерина, такой феномен, у нас по закону есть так называемые территориальные органы местного самоуправления. Туда не было избрано ни одного депутата за всю историю существования этого органа. Это все равно, что у вас... Что? Прерву на правах модератора дискуссию. Может быть, есть другие мнения, лоббизма, юридического статуса и джара? Просто здесь, может быть, кажется, возможно, джарские поспорят с вами, с вашим мнением по поводу, стоит ли нам сегодня создавать закон. Я считаю, что закон все равно нужно обсуждать, даже понимая, что если его не примут, это помогает развивать категорию. То есть эта дискуссия сама по себе полезна. 10 секунд. Да, спасибо. Очень интересно. У нас есть форма институциональная, которая может формировать целую региональную политику. У нас есть два основных кластера. Это отраслевая и региональная политика государственного управления. Есть целый кластер, представляете, там нет ни одного депутата. Вообще ни одного, представляете? Ноль. Более того, это так забавно, когда ты знаешь, что эта норма существует. И как только ты начинаешь сработать с Акимами и говорить, что ребята, давайте мы вот эту нишу создадим, они говорят, что вам надо, давайте мы вам сразу все поможем. Потому что никто не хочет, чтобы эта система, этот целый большой институт представительной власти вообще включался в деятельность органов местного самоуправления и органов местной власти, так скажем, исполнительной власти. Ну, говорят так, как у нас в Казахстане называют местный исполнительный орган, местный МИО. У нас вообще в этом плане забавная ситуация. И когда ты видишь, что люди ради должности, ради депутатства, бросают ради министерской должности позицию депутата, это очень грустно смотрится. Но я просто начал, пока не прервали меня, я начал говорить, что у нас происходит, и Токаев запустил очень интересный процесс. Он запустил два ключевых процесса, которые открывают для джарщиков просто огромные возможности. И казахстанцы должны, джарщики должны этим пользоваться просто по полной. Первый процесс, который запустил Токаев, это то, что называется в международном пространстве, это процесс кооптации элит. Это шикарный процесс, потому что кооптация элит, она открывает действительно большие возможности для того, чтобы заниматься профессиональным джаром. Это важный процесс, его нужно не прозевать ни в коем случае. Коллеги, не прозевайте вообще ни в коем случае. Второй важный процесс, который происходит в нашей стране, я думаю, Катерина, вы сейчас поймете, о чем я говорю, это сдвиг от эффективного государственного менеджмента в сторону так называемого политического государственного менеджмента. То есть все атрибуты присутствуют. Это терминология слышащего государства, это терминология появления референдумов как таковых. Это очень интересный процесс, и этим тоже надо пользоваться, потому что именно сдвиг, вот для джарщика возникает максимальные методологические шансы, возможности, именно при смене парадигмы государственного управления. То есть переход от эффективного государственного менеджмента в сторону политического государственного менеджмента. Я прошу прощения, тут есть вопросы, я тогда это. Меня просто надо вовремя остановить, потому что в голове слишком много информации. А я пытаюсь это сделать, просто вы потом будете считать, что я вас прерываю, я думаю... Я тогда выключусь. Есть ли вопросы? Давайте подискуссируем. Все-все, все, согласен. Вы были знакомы, пообщались, потому что у нас здесь уже дискуссия своя пошла. Какой бы вопрос еще хотели бы обсудить? Да, может быть, свои вопросы, свои проблемы какие-то наболевшие, да, в джаре, в лоббизме. Я бы, например, сейчас хотела бы обсудить, и, может быть, Катерина, вы добавите, да, о трендах, да, и мировом опыте лоббизма. Тем более у нас сейчас вот в дверях выборность. У нас, я говорю, у нас уже своя там дискуссия пошла. Ну, смотрите, я просто не хотела бы превращаться в лекцию, но точно не в мою лекцию, да, потому что у нас сегодня встреча, ну, не про лоббизм там в Штатах или в ГИЭС или в Украине. У нас сегодня встреча о Казахстане с казахами, поэтому я тоже, ну, не хочу ни в коем случае забирать время и хочется послушать. Тем более, что у нас следующие дискуссии Узбекистан и Киргизия, и я думаю, что они тоже послушают, будут где-то сравнивать опыт, поэтому давайте больше вовлекать все-таки казахов. Да, спасибо. Можно я возьму, так сказать, Руль на себя. Представлюсь. Раби Гатек Сейтова. Представляю компанию, холдинговая компания Айтас, занимающаяся производством мяса птицы. Это вертикально интегрированный холдинг. Но вы понимаете, что все, что производится, выходит в виде мяса, все вертикально интегрированный холдинг внутри делает от поля до прилавка, внутри холдинга все. Мне бы, конечно, почему я хотела включиться в эту вот встречу. Мне хотелось узнать, в каких направлениях сегодня все-таки GR есть у нас в Казахстане. Я представляю GR именно в сельском хозяйстве, да, именно конкретно в отрасли птицеводства. И этой работой, в принципе, я занимаюсь уже на протяжении 10 лет. Тогда, когда я заходила в эту компанию, начиналась эта работа. Это было вот именно на уровне поднятия имиджа компании так, поднятие на уровень узнаваемости и продвижение интересов именно компании. Затем это все переросло уже на продвижение интересов целой отрасли. И сегодня мы, значит, практически в этом плане неплохо продвигаемся. Мы узнаваемы, к нам прислушиваются. Прислушиваются и в Союзе птицеводов, и в Министерстве сельского хозяйства. Выходим мы на уровень правительства, когда есть такие глобальные вопросы жизнеобеспечения, так скажем, отрасли. И вот, например, на сегодняшний день очень активно обсуждаются вопросы мер государственной поддержки отрасли. И здесь, конечно, я как лобби отрасли пытаюсь донести до уровня правительства, министерства, все те потребности, что ли, на сегодняшний день отрасли для того, чтобы ее поднять на должный уровень в плане обеспечения продовольственной безопасности. Конечно, мы пока немножко, может быть, далеки от тех высоких материй, о которых мой предыдущий оратор сказал. Это уже политический уровень, там, внешние миры и так далее, и так далее. Но я вот чувствую, что, скорее всего, наверное, уже нужно выходить и нащупать именно контакты, именно и в этом направлении тоже, поскольку наша компания сейчас расширяет круг своих контактов, реализации продукции. Скажем, вот наш учредитель непосредственно съездил в Америку, посмотрел, как там, значит, как можно там завязать контакты. То есть это вот означает, что нам уже действительно есть потребность вращаться уже не только внутри отрасли сельского хозяйства, но уже немножко находить своих партнеров, поделиться, может быть, опытом. Кто-то еще с наших коллег, которые за рубежом, в частности, вот вы представляете эту компанию, да, ИКАР. Может быть, здесь у вас будут какие-то интересные инструменты, как лучше, да, продвинуть интересы отрасли, интересы вот сельского хозяйства. Вот, поэтому мне интересно было, кто же у нас там в студии есть, чем, каким направлением ИКАР они занимаются, какие инструменты у них. Вот хотелось бы чуть-чуть вот такой обмен мнением и информацией поделиться, ну, чтобы потом уже понимать и включаться в дискуссию. Спасибо. Спасибо. Комментарий есть, Катерина, или мне можно прокомментировать? Ну, да, давайте вы сначала, да, вы же ближе. Ну, в целом, да, хороший вопрос, хорошо что присоединились, у нас есть просто своя дискуссия, да, но у вас хороший вопрос. На самом деле у нас есть отраслевые уже ассоциации, которые работают, которые, возможно, мы так себя не позиционируем, не называем лоббистами и так далее, но мы те или иные темы поднимаем, объединяемся и на законодательном уровне, с НИО, да, с центральными государственными органами, с депутатами, а с лихатами мы отрабатываем. Ну, это такие вот все инструменты, да, я вам такой простым языком сейчас объясняю, каким это образом мы просто это делаем. Это бывает разный отрасль здравоохранения, да, у нас сейчас есть представители кабачные, там, тогда из домов и сельскохозяйственных. Поэтому объединяемся, и у нас сейчас форма такая, скажем, инструмент такой рабочий фактически, это все-таки объединение ассоциаций. Если могут себе позволить джарш специалистов, большие корпорации, то есть если мы говорим о додельном каком-то бизнесе, либо проблемах какого-то бизнес-сегмента, допустим, сельхоз, да, или социальное предпринимательство, или там еще какие-то виды, да, то там нет таких инструментов в джаре, да, потому что это на самом деле большие усилия, большие деньги и так далее. Поэтому вот я сейчас хочу такой вопрос задать аудитории, и здесь аудитории в целом, мы сейчас здесь обсуждаем, нужен ли вообще нам закон, да, о лоббизме, да, вот может быть такой вот вопрос там, да, нет, и кто работает в джаре, либо так или иначе в лоббизме, но мы не называем, не позиционируем себя лоббистами, потому что кто-то из нас, например, знает сегодня, да, и я, например, там, со многими общалась, кто-то говорит, да, да, нам нужен, и есть группа лиц, которые принимали участие в разработке закона, да, но его отозвали, и сейчас даже непонятно, когда это будет, да, и будет ли вообще. Есть группа лиц, которые, в принципе, против, да, закон о лоббизме, и вообще как бы, ну, не стоит поднимать, вот мы работаем в этом русле, и все. Давайте вот здесь подискустируем, вот у кого есть компетенция, да, и у кого есть конкретно свое мнение, возможно, объективное, возможно, субъективное, хотелось бы так кратко. Ну, давайте, реклама, соблюдать, одну-две минуты, просьба. Так, давайте, Керембеков, Вернур. Коллеги, всех приветствую, вы прям прочитали мои мысли, потому что я прям только хотел это поднять вопрос. Вообще, в принципе, этот вопрос, он обсуждался в наших сообществах давно, в жарщиках, да, то есть насколько закон нам необходим, насколько текущих инструментов именно института жар, да, во всех компаниях, он недоточен для выполнения наших функций. Здесь очень сложно вопрос в том плане, что, ну, то есть, мы берем это, всегда, как бы, любят упоминать США, то, что там есть закон о лоббизме, что это, в принципе, страна, где лоббизм для ведена такого совершенного уровня, но причин, почему, как бы, мы видим, так же, скажем, такие препятствия к реализации, да, проекта, именно, законопроекта о лоббизме, в том, что в нашем, именно, скажем, историческом социальном контексте слово лоббизм, оно воспринимает очень негативно. В более широкой массе людей, в общественности, и также в корпоративных отношениях, потому что с лоббистами не как в США, например, любят уже дела. И, соответственно, такое появилось, как бы, ну, в частности, на первопортельных компаниях, да, которые от квадратного сектора, что лучше пойти по такому более безопасном пути, именно быть GR-щиками. Здесь, так, я хотел больше спросить Катерину, наверное, Катерина, подскажите, пожалуйста, вот, с точки зрения вашего опыта, да, взаимодействия именно со странами, где это уже институализировано на уровне уже и законов, и это функционер уже давно, довольно-таки долгое время, насколько именно наличие закона, да, о лоббизме дает больше, как-то, не знаю, инструментов, возможностей, пространства для маневра в сравнении с тем, чтобы традиционные GR-функции были в компаниях, которые регламентировались бы общим законодательством, которые бы регламентировались кооперативными какими-то документами, но не имели такого, скажем, пространства для, опять же, маневров. Давайте я тогда очень кратко, 30 секунд, на ваш вопрос, да, смотрите, ну, первое, очень прогрессивно урегулирован лоббизм, кстати, в Прибалтике, Литва, Латвия и Словакия, Словения, вот, тут у меня в Словакии товарищ занимается этим, Майкл, он член нашей ассоциации мировой, ну, Михаэль, вот, смотрите, я вам скажу сразу, это помогает инхаусам, потому что все инхаусы-международники сразу идут регистрироваться, это им помогает, и это входит в их, ну, как бы, compliance policy, да, вот, наши, ну, люди, которые привыкли работать там от профильных ассоциаций, они никогда и так не регистрируются, то есть они используют этот хайп, чтобы свои темы продвигать, но первые 5-7 лет они не пойдут регистрироваться, поэтому, если очень кратко, я считаю, что про закон нужно говорить, нужно говорить про правила, нужно говорить про этические стандарты и развивать отраслевую ассоциацию, как развитие индустрии и инструментов, но регистрироваться никто не побежит, ну, 100%, и поэтому закон должен быть рамочным, потому что если закон будет, что вы сразу коррупционер, если вы лоббист, это вообще убьет отрасль, поэтому закон должен быть исключительно рамочным, у меня есть текст, который мой отец в парламент подавал, ну, в украинский, тогда президент его не поддержал, но он как раз, ну, вот, был таким консенсусным, я этим текстом поделюсь, но его перевести нужно будет. Так, и кратко, Рабиги отвечаю по агроассоциации, обычно агроассоциации в наших странах, которые, ну, экспортируют очень много сырья, да, или там полуфабриката, агроассоциации самые сильные, по моему опыту они успешны, когда они выполняют не только лоббистскую функцию, но и выполняют еще функцию торговую, скажем так, да, тогда это эффективнее всего, и очень важно, что исключительно, ну, как бы от отраслевых ассоциаций вам можно работать с ООН, потому что там, знаете, по муке очень много есть стандартов ООН, да, и с программами ФАО им эти инструменты понятны, когда вы идете от ассоциаций. Но с аграриями сложнее всего работать, что давайте о лоббизме поговорим, да, потому что эти люди, ну, обычно все-таки привыкли к неким прямым отношениям, тем более аграрии же имеют огромный электоральный эффект, да, то есть люди, которые, ну, дают землю в аренду, да, там, или работают, ну, это всегда большой электорат, поэтому они всегда, ну, как бы партию власти поддерживают, и власть с аграриями, ну, держит диалог, да, но снова же, вот, посмотрите пример Всеукраинского аграрного совета, который еще при министерстве создал профильный консультационный совет, и это очень хороший пример. Если хотите, мы можем потом подробнее поговорить после всех выступлений из Казахстана, чтобы, ну, не хочу просто время забирать, да. Угу. Можно? Так, я очень коротко. Будут еще вопросы, и, да, вот я коллеге написала вопросы, можно плюс, да, чтобы мы понимали, джары в лоббизме, кто-то здесь как профессионал, либо все-таки здесь еще есть аудитория, которая хотят узнать о джаре и лоббизме вообще, в принципе, как инструменте, да, вот в своем бизнесе или в своей отрасли, да, чтобы я понимала, в том ракурсе сейчас разговор вести. И если нет, да, вот я бы хотела ваше, да, Казбек услышать мнение. Нужен ли закон? Можно коротко? Я не могу понять, мне слышно, не слышно. Да, я очень коротко скажу, на самом деле сейчас постараюсь ложиться в одну минуту. Коллеги, вы просто поймите, лоббизм, закон о лоббизме в Соединенных Штатах Америки принимали больше ста лет назад, потому что те технологии, которые были тогда, тогда мы говорили о лоббизме. Сейчас я вам говорю, лоббизм – это ИСЕК Арба, Джиар – это Тесла. Это просто, чтобы вы понимали. Вы просто поймите, то, что было актуально тогда, не актуально вообще сейчас. Потому что, например, кто-то, может быть, знает, у нас есть закон о саморегулировании. Я просто являюсь руководителем саморегулированной организации. Это вообще самая короткая дуга для продвижения крупных проектов. У них право есть. Закон о саморегуляции дает нам право формировать нормативно-правовые акты, которые являются надзаконными. Ну вы чего, ребята? Какой лоббизм? Это анахронизм уже в чистом виде, потому что это слишком узкое горлышко и слишком несовершенный. Вы сейчас будете писать 10 или 100 писем в министерство и получать какие-то непонятные отписки. И один коротенький пост в социальных сетях перевернет все к чертовой матери. Там все побегут, уже будут разбегаясь делать все, что вы хотите. Ребята, ну, что закон о лоббизме? Это настолько... Ну давайте обсуждать теперь легализацию и все корбы прям на полном серьезе. Ну это прямо не солидно совсем звучит. Я прошу прощения, очень, может быть, резко говорю, но говорю как есть. Давайте обсуждать что-то более правильное. Закон о лоббизме, он как норму устарел. Это все равно, что мы сейчас будем поднимать вопрос. А давайте обсудим о легализации ИСЕК РБА и куда мы будем одевать конский навоз. Ну, ребята, ну это не так. Закон о коррупции вообще лоббизм поставил вне закона. Любой профессиональный джиарщик, любой профессиональный джиарщик, он лоббистов уничтожает и выжигает. Он уничтожает, выжигает коррупционеров, потому что коррупционеры – это первые враги джиарщиков. Там, где есть коррупция, джиарр невозможен. Это просто факт. И наоборот, там, где есть джиарр, коррупция невозможна. Это они друг друга исключают. Это два монстра, которые друг друга съедают. В Соединенных Штатах Америки побеждают джиарщики. Во всем мире побеждают джиарщики. И в Казахстане тоже победят джиарщики. Но у них подготовка разная, методология разная, разные механизмы работы. Это вообще настолько несравнимые вещи, что удивительно, что мы все это до сих пор обсуждаем. Спасибо. Есть понимание? Мы разве не собрались здесь, чтобы обсуждать как раз такие моменты? Потому что тема у нас именно будущая. Нет, почему? Здесь просто я хочу такую ремарку поставить. Мы не говорим о определенных фокусированных инструментах. Мы же говорим в целом о самом концепте лоббизма в Казахстане. То есть он не должен копировать именно американскую версию до лоббизма. То есть мы говорим о том, как мы видим вообще, то есть есть ли вообще пространство для, скажем так, лоббистской деятельности в Казахстане. Либо же, как ее нам построить, если она все-таки будет. И вопрос, то есть чем они отличаются от JAR, от JAR функций. Здесь я бы возвращать моему вопросу в комментариях. Здесь еще главный такой момент именно закона лоббизма. То, что это узаконивает деятельность лоббистских структур, которые занимаются не, которые именно не являются структурным подразделением компаний, а которые занимаются непосредственно проектами. То есть нанимаются на определенный проект и насколько они необходимы. Порой бывает такое, что нам необходима, скажем, экспертиза помимо самой компании, если мы подразумимаем BGR блока, где может быть более широкий взгляд, более независимый взгляд. И здесь вопрос, насколько они эффективнее будут, либо же нам придерживаются нашей модели, что есть. Опять же, возвращаюсь к вашему пойму, что у нас тоже есть отраслевые ассоциации, которые довольно успешны, которые тоже регулируются, их деятельность тоже рассматривается. И здесь будет такое обсуждение именно холосовское, а не критичное. Вопросы, комментарии? Ну, у меня есть ответ. Я просто работала с агроотраслью, с украинской. Она, к сожалению, сейчас в плохом состоянии. Мне такое предложение тогда, если нет, может быть, кратко, да, там, две-три минуты расскажете об айдаре, вступлении, потому что сейчас вопросы здесь по ассоциациям. Хорошо, я тогда вспомню про авиаотрасль. Ну, смотрите, примерно авиаотрасли. То есть у вас есть какие-то ваши вопросы, которые вы, скорее всего, обсуждаете. Ну, условно, там, льготный, там, получение обслуживания льготного, как бы, тарифа на каждого пассажира, да, потому что самая большая авиакомпания в стране всегда получает, как бы, льготное обслуживание там каждого пассажира, да, или еще что-то. Ну, в Украине это обсуждалось, во всяком случае. Связь ключевой авиакомпании с ключевым транспортным хабом. Ну, то есть есть какие-то очень узкие вопросы, ну, не знаю, там, допустим, налоги на авиатопливо, которые всем не интересны. Но если мы, ну, как бы, обсудим, допустим, транспортный, стратегию транспортных хабов в комплексновидении среднесрочных перспектив министерства, ну, условно, будет ли ЕЧЭЛь возить все, там, через Казахстан, да, я больше, я, как бы, владею, там, украинским контекстом этим транспортных хабов, но пытаюсь моделировать, то тогда это вот будет, как раз человек, вот, задавал вопрос, Шингис, да, вот, разница между джаром и лоббизмом. То есть если мы в транспортной отрасли будем говорить о транспортных хабах и о всей регуляторике, которая их обеспечивает, тогда это будет больше джар, да, и мы возьмем, там, авиаассоциацию, ассоциацию, там, перевозок по cargo shipping, там, with trains, да, как бы, вот, ну, все, все вот это, тогда это будет таким классическим тонким джаром, о котором говорил Казыбек, да, и я считаю, вот, про закон, да, что закон, еще раз повторюсь, закон нужно обсуждать, чтобы вводить эту культуру для наших бизнесов, потому что наши бизнесы – это люди, которые получили деньги в 90-х годах, да, и, как бы, люди, которые получили деньги через, там, приватизацию и построили вертикальные структуры, да, вот я люблю пример, что не стройка ПСС, получается, да, как бы, они просто про эти инструменты не знают, но когда эти люди станут, они понимают, что джар – это дешевле, чем коррупция, и это эффективнее, чем коррупция, они начинают инвестировать деньги со своих консервативных классических инструментов, которые они понимают, заплатить за депутата, там, ну, взятку дать, давайте откровенно, да, как бы, они начинают переходить, нет, а зачем мне это делать, если это неустойчиво, да, если этот депутат вообще олень, да, как бы, извините за выражение, ну, я хочу работать цивилизованно, я создам ассоциацию и буду формировать устойчивую модель, потому что сейчас у вас еще новые партии создадутся, нужно будет с разными депутатами, а ассоциация – это устойчивая модель, что если я сегодня хочу экспортировать курицу разделанной тушкой, а не неразделанной тушкой, что подпадает под разные правила экспорта в Европейский Союз, да, мне необходимо эту тему объяснять, ну, как бы, на уровне всего государства, а не конкретно, там, Козыбеку или конкретно Аяжан. И поэтому наша цель сейчас, вот этих вот клиентов со старым мышлением, показать им более эффективные, дешевые и полезные для государства инструменты, которыми является лоббизм. Именно вот эти богатые буратино, они включатся только тогда, когда мы обсуждаем законопроект, а не профильную дискуссию. То есть ключевые инструменты, они работают именно вот так. Это может выглядеть там, ну, не совсем по западной модели, но это именно то, что может изменить отношения в государстве и развить рынок, если говорить о рынке услуг. Спасибо. Да, возможно, у нас нет понимания, да, четкого, что такое лоббирование и что сегодня представляет себя JAR-специалист. И, может быть, поэтому мы не можем где-то там принять решение. И так, Андрей, да, давайте вам слово. Я пригласил очень много в свое время, вы знаете, Жан, мы открывали здесь JAR, и я приглашал специалистов со всего мира, мы вели обучение по JAR, именно классическому JAR, в отличие от лоббизма, мы, сколько мы, ну, наверное, я не ошибусь, если мы больше 40 спикеров пригласили сюда со всего мира, ведущих JAR-щиков. И они нам прямо очень подробно объяснили конкретно разделение, инструментарии, просто эта глубокая работа была проведена. Мы обучали наших вот специалистов, мы для себя обучали, сразу скажу, потому что для нас было это очень важно, потому что мы понимали, что сталкиваемся с превосходящими силами противника, когда продвигали Казахстан даже на территории России, потому что JAR-специалисты в России были намного сильнее, просто намного. И вы знаете, что мы создали сообщество, это Government Relations Network, подписали меморандум с британским Government Relations, ассоциацией Government Relations, мы подписали такой же меморандум с российскими, с китайскими, с европейскими, с венгерскими, очень много стран подписали. И инструментарий, просто лоббизм, это очень дорого, тяжело и медленно, самое главное, медленно. И самое опасное, это коррупционные риски, это самая опасная часть его. То есть коррупционные риски в лоббизме составляют по-любому, вы хоть как крутитесь, вы на 90% нарветесь, просто в отличие от Соединенных Штатов Америки, там просто законодательство действует. Там GR-щики вообще красавчики в Америке. В Казахстане GR-инструменты, они более эффективны, потому что не требуют такой крупной медийной поддержки, достаточно социальных сетей. Например, в StarTruffing есть инструмент такой, многие казахстанцы, даже медийные организации не знают про такой инструмент, как StarTruffing. Просто, и он переворачивает всю ситуацию задом наперед. Я прошу прощения, я просто должен бежать, мне сказали, что я должен... У нас просто регламент, я поэтому вот хочу дать еще слово Андрею, когда есть инициатива, да, и... Спасибо, спасибо. Всех был рад видеть, готовство... Всех приглашаю в те организации, которые я сказал, это для вас огромные возможности для того, чтобы продвигать интересы ваших организаций. Да, ваша позиция мне ясна, да, что вы сейчас... Извините, можно мешаться, Казбек, пока вы не ушли, этот, а можно подробнее по GR-нетворк, и как вообще как бы это поступить, как взять связь с вами? Вот мы идти, можно через Катерину, потому что я здесь гость, вы просто поймите, я не имею права, ну, это не совсем будет корректно с моей стороны. Я предлагаю все-таки выстроить через Аяжан нашу коммуникацию или через Катерину, потому что, ну, это во всяком случае будет цивилизованно и правильно. И понятно, что вы проводите очень большую работу, я вас благодарю на самом деле за эту работу. Мы готовы организовать семинар, где мы четко разъясним, что такое GR, что такое лоббизм. Можем сделать это в Астане, потому что в основном мы, конечно же, обучаем только топовые компании, потому что у них потребности. Вот, поэтому мы и говорим, что необходимо на таких площадках собираться, чтобы сегодня даже прояснять своему уже окружению, и, возможно, кто-то работает уже в этой семье, и это необходимо делать, да. Поэтому мы, наверное, уже в таком нетворкинге, да, соберемся и решим. Айзан Ханан, у вас микрофон выключился. Айзан Ханан, у вас микрофон выключился. Добрый день, коллеги. Меня зовут Андрей Дегтярев, я вице-президент Национальной жировой лиги России, и вот мне очень интересна дискуссия, которая здесь разворачивается. В каком-то смысле мы тоже проходили эти этапы, вот тут пошел разговор о лоббизме. Я этой проблематикой начинал заниматься еще в начале 90-х годов, когда был депутатом Московского городского совета, и потом уже был советником мэрии московской, и потом уже я занимался этим преподаванием. У нас даже магистратура есть под ЖР, я работаю в МГИМО Медроссии. Вот. И что я хотел бы сказать, ну, насчет разграничения лоббизма, а лучше сказать лоббирования, потому что лоббизм – это система представительства интересов, а лоббирование – это работа отдельного субъекта в системе. То есть надо разделять все-таки представительство и представление интересов. Вот эти две категории. Мы сейчас пытаемся в русском языке лоббизм как представительство, как система, макросистема, а лоббирование как микромеханизмы, микроповедение в рамках этой макросистемы. Вот мне кажется, что мы вот сейчас в России пришли к выводу, что ЖР и лоббирование – это, в общем-то, синонимы. Просто ЖР – это новый этап уже. Я просто приведу пример. Например, американская лига лоббистов, American League of Lobbists, она была основана, по-моему, в 76-м году, а в 2013-м она переименовалась American League of Government Relations Professionals. То есть самая, может быть, опытная лига сама отказалась от слова лоббизм. Поэтому, хотя в Америке есть и закон о лоббизме, там в разных версиях, включая версию в конце 30-х годов, по-моему, с 36-го или 38-го года последняя версия была. Ну, там поправки очень многие. В общем, короче говоря, вот что я могу сказать. Лоббирование ЖР – это синонимы. Просто сейчас уходит от этого слова. Сейчас у нас, кстати, было пять версий закона о лоббизме. Значит, и последние две версии мы вообще этот самый закон, то, что вносили в Государственную Думу, начиная с 95-го года и кончая 2000, последняя попытка была в 16-м, там, в 13-м, 16-м году я участвовал. Вот смотрите, первые три версии были со словом лоббизм. Последние три версии были уже, две версии, были продвижение интересов, представление продвижения. И что касается ЖР, вот мне кажется, просто надо разграничить три вида ЖР. И раньше лоббистами были аутсорсеры, консалтинговые юридические фирмы, а сейчас лоббистами, ЖРщиками все вообще являются. И вот инхаус есть ЖР, это корпоративный ЖР, по сути. И есть два вида аутсорсинга – это ассоциативный ЖР, то есть ЖР деловых ассоциаций и консультативный ЖР. Это консалтинг. Поэтому, мне кажется, даже копии нечего ломать насчет этих слов лоббирования. Сами американцы отказываются. Мы, как неофиты, еще пока используем. Но вот наш опыт России показал, что постепенно мы отказались как от слова лоббизм, так и от идеи закона о лоббизме. То есть фактически… Ну, последняя, кстати, у нас была история с законом. Мы просто хотели сделать пакет поправок. У нас есть закон о коррупции, есть закон о государственной и муниципальной службе, есть, соответственно, законы… Да, отдельно два закона – государственные и муниципальные. Это два закона. И обращение заявлений граждан, и саморегулированная организация. Просто мы хотели сделать пакет поправок, ввести понятие специалиста по… Обратите внимание, ни лоббисты, ни ЖР на русском языке по представлению и продвижению интересов. То есть в последней версии уже работало понятие даже не ЖР, но на русском языке ЖР нет, есть связи с государством, поэтому мы привели это в соответствие специалист по представлению и продвижению интересов. А что касается вот этой проблемы образования, мы сами этим занимаемся. У нас уже несколько магистратур в России, в частности, есть МГИМО-магистратура в Санкт-Петербургском университете и так далее. Все, у меня все. Спасибо. Благодарю. Очень приятно было, да. Есть понимание, да, и практический опыт. Будут, да, еще какие-то комментарии, вопросы, вы можете потом написать либо в чате. В любом случае, мы дальше продолжим коммуникацию, да, такой нетворкинг будем и с вами, да, будем держать связь в целом, потому что, наверное, эти вопросы вы уже так или иначе где-то прошли, да. Может быть, нам и не стоит как раз таких и начинать. Ну, в принципе, вот что касается закона лоббизма, история продолжается в районе 20 лет. Первый закон внес, вот мы, кстати, больше студент, Володя Лепехина, он тогда был депутат Госдумы. Мы его опубликовали в журнале «Государство и право», еще в 96-й год опубликовали мы первую версию. А сейчас уже на дворе 20-й, но мы уже фактически отказались от этой идеи до лучших времен. И основная причина, вы знаете, настолько сейчас тяжело работать с органами госвласти, что вот лишняя регуляторика, сейчас у нас наоборот, дерегулирование идет в стране. Попытка, по крайней мере, дерегулирующую реформу провести в ряде случаев, и так называемая регуляторная гильотина вводится, а тут мы еще вводим регулирование в этой сфере. Поэтому сейчас волна идет в сторону дерегулирования, и мы решили пока подождать другой волны, когда, может быть, придет волна по регулированию. Вот, это раз. И второе, я вот всех приглашаю, у нас там тоже свой GR-форум будет в конце октября. Я ссылку дам, международный GR-форум. Вот, может быть, кто-то в онлайне захочет посмотреть, значит, каким-то образом. Я сейчас кину ссылку. Хорошо, да, мы можем воспользоваться. Коллеги, да, благодарю. У нас, да, уже по регламенту мы планировали час. Это знакомство, это вводная часть, но мы, в любом случае, не прощаемся, готовы обсуждать данные вопросы, потому что нам необходимо сегодня, как нас и так мало, да, соответственно, необходимо нам сегодня знакомиться, общаться и вот такому методу, скажем, переходить, чтобы такой нетворкинг у нас между собой был, ну, и, возможно, даже инструментами, да, обмениваться и опытом, потому что все мы в разных отраслях работаем. Я думаю, тут нет конкуренции, каких-то еще других вопросов. Я больше практик, да, поэтому я сразу могу на практически какие-то кейсы, да, там объяснить, каким образом я там работаю. Я не называю там это лоббированием либо там GR, но это, да, так это и называется, да. Вот, всех благодарю за участие, контакты у нас все есть, мы, наверное, даже сейчас с Катериной будем обсуждать, возможно, какой-то чат создадим, потому что необходимо дальше там поддерживать. И уже там в личном сообщении, в личных каких-то коммуникациях можем дальше по образовательным проектам посмотреть по, возможно, каким-то трендам, да, и, может быть, как-то скоперироваться по отраслям, да. По-сельхозки есть как раз-таки коллеги, да, там еще в разных отраслях. Ну, смотрите, я бы хотела все-таки порезюмировать, во-первых, ну, возможно, послушать опыт. Я знаю, что люди, которые с вами в оффлайне, они имеют огромный опыт, да, и хотелось бы их услышать все-таки, да. Вот, и второе, ну, как бы для поднятия категории, очевидно, нужно делать медиапроект, да, то есть, ну, как бы это крайне необходимо. Второе, вот видите, как бы у отраслевых организаций тоже есть вопросы именно по инструментам. Ну, на самом деле, как бы, ну, когда ты собственник большого бизнеса, тебе все равно оно называется GR, Government Affairs или как-то по-другому. Я даже скажу больше, что когда ты общаешься с собственником большого бизнеса, ну, их эта вся терминология дико грузит, потому что, ну, слушайте, они достигли успеха, они прошли 90-е, они, ну, как бы очень резкие и опытные люди, да, и когда мы к ним подходим и говорим, а давайте поговорим о концепции восприятия общественностью слова лоббизм, по которому мы провели социологическое исследование. Да, это может быть интересно замминистру, который учился на Западе, но собственнику бизнеса это никогда не будет интересно. Ему будет интересно, что если сейчас, ну, как бы он пользуется методом, который для него обходится в, ну, давайте без конкретных сумм, в 10 единиц, да, он может получить результат за одну единицу, да, он будет пользоваться этим, ну, этим инструментом. И аграрные вот примеры, они очень хорошие, потому что они непосредственно завязаны на конкретную регуляторную политику, которую ты не можешь изменить изнутри, но ты не можешь правила экспорта в Евросоюз изменить изнутри. А Евросоюз, он защищает своих производителей. Я вам приведу такой пример, да, там есть такая организация, называется Копа Коджека. Это самая большая, знаете, да, самая большая ассоциация аграрных предприятий и аграрных кооперативов Европейского Союза. Ну, они действительно крупные, их практики стоит изучить. И у них ключевая задача, это не пускать аграрную продукцию других стран на рынок Европейского Союза, потому что есть производители Польши, производители Литвы, Латвии, да, и они, ну, таким образом, то есть их задача закрыть свой рынок. Наша задача, да, это найти, ну, механизмы, и как раз здесь, ну, это в основном сотрудничество с международными лоббистами, да, то есть тоже, ну, как бы найти правильные месседжи, да, почему сейчас в процессе, ну, сейчас же вообще миру грозит голод, да, из-за позиции Российской Федерации. Поэтому, ну, сейчас вот как раз позиция, что Казахстан хочет, да, экспортировать аграрную продукцию и упрощение, как бы, вот этих всех таможенных процедур, вот огромная уже многомиллиардная, как бы, тема, да, которую необходимо лоббировать понятными инструментами, да, тем более, что сейчас уже механизмы хранения аграрной продукции, они позволяют, ну, ее, как бы, хранить и передавать более долго, да. В Украине очень крупные производители как раз курятины, да, одни из самых крупных, и я знаю, что были тоже нюансы, да, которые связаны именно вот с тем, что в какой форме можно экспортировать, лишь только целой тушкой можно экспортировать, чтобы обходить эти, как бы, вот. Вот, поэтому я считаю, что сейчас, когда, если у нас есть цель развить эту ассоциацию, нужно идти к донорам, к большим бизнесменам и рассказывать им, что, смотрите, мы сегодня начинаем ассоциацию, вы на нее даете одну единицу. Одной единицы недостаточно для того, чтобы работать там с Европейским Союзом. Плюс, как бы, для того, чтобы устойчиво знали про нашу ассоциацию и знали, что Робига – это ключевой человек, к которому любой чиновник может прийти и посоветоваться, а как действительно в сложной экономической, да, модели, ну, как бы, поддержать отрасль, ну, как бы, прямых дотаций, а именно поддержать ее, да, для этого нужно с прессой работать, а это уже все пиарщики, как бы, отрасли, да, и таким образом, вот, ну, работать с этими людьми, потому что иначе мы создаем два параллельных реальности, то есть у нас есть специалисты, там, заумные гарвардские мальчики, да, которые говорят про категории, и есть другая – это активные мальчики с приватизационного процесса, которые никогда не встречаются, да, то есть это два параллельных мира. И мы должны эти миры совместить, потому что это, очевидно, будет полезно для государства. И почему сейчас? Потому что сейчас, ну, такая, абсолютно четко сказал, что на это будет спрос, потому что, ну, как бы, вы меняете, да, ну, в неком роде, ну, начинаете менять, да, как бы, в неком роде политическую систему, и джар тут хорошо, хорошо встраивается, да, как бы мы это ни называли. Мы намеренно это называем government relations и представительство, да, или отношение с органами власти, потому что, да, это имеет, как бы, лучший, ну, лучшее трактование, но в целом это вот вообще не главное, это как, ну, знаете, тут вот говорят называты Киев, чей Киев, как правильно pronunciation. А я говорю, ну, правильный pronunciation – это законопроект, который дает больше оружия нам, да, ну, то есть, как бы, давайте смотреть в сути, да, этого вопроса. Если хотите, снова же, у меня вот про опыт вы просили рассказать, у меня есть отдельные семинары того, как мы занимаемся адвокацией интересов Украины, это очень сложная работа здесь на Capital Hill. Если есть запрос на эти инструменты, я с ними с удовольствием поделюсь, потому что, ну, и приму любую помощь, да, от международных специалистов в этой отрасли. Также могу поделиться опытом, ну, как бы, вот отраслевого лоббизма в Европейском Союзе, ну, более подробно. Но, снова же, если на это есть запрос, потому что, ну, там вот, допустим, транспортная сфера и аграрная, она в корне разная. Ну, понятно, что все хотят государственные дотации во всех странах, да, вот, но в целом они разные. Вот, и, кстати, возникла у меня еще идея связывать отраслевые ассоциации из разных стран и делать между ними программы обмена опытом. Ну, как бы, это, мне кажется, вот было бы очень интересно вам с нашей ассоциацией всеукраинский аграрный совет познакомиться. У них такая модель, у них есть зонтичная ассоциация, да, и под ней вот ассоциация производителей свинины, производителей курятины, производителей молока. Но в лоббистских, как бы, моментах, когда речь идет, допустим, о компенсации НДС на аграрные предприятия, у них вот этот зонтичный бренд этим занимается. И это очень эффективная структура, потому что ассоциация производителей свинины, они в мусульманской стране сказаны, да, она, ну, как бы, еще там какую-то технику для свиноферм продает, еще что-то, какие-то там примиксы. А, и у них недостаточно своих сил именно на какие-то вот такие большие вопросы. А зонтичный офис как раз имеет, ну, как бы, эти возможности, нанимает ключевых специалистов, чтобы заниматься исключительно контактом с кабинетом министров на эту тему. Очень эффективная модель, и, в принципе, можно такое же выстраивать, ну, и в аграрной отрасли Казахстана. Простите, если интересно, как бы, да, ну, как бы, вот я задала такие темы, да, надеюсь, что очень практично. Так, Айнур хотела выступить. Айнур, да, отлично, конечно, да. Потому что я вижу, что наша офлайн-встреча уже перешла в вечерний формат лоббистского кулуарного общения, знаете, то есть, да. Я прошу прощения, я отвлеклась немного, вроде бы я услышала свое имя, да, или я? А, да, Айнур, мне просто вот написали, что вы хотели выступить, ну, у нас open floor, да. Да, прошу прощения, у нас сейчас вечернее время, немного было смею. Что я хотела буквально сказать, вот там видела в общем чате вопрос, есть ли опыт. И я работаю в некоммерческом секторе, у нас используются три понятия, это лоббизм, эдбокаси и ЧАР. И есть определенное понимание, есть определенные инструменты. Сейчас разрабатывается правило отбора стратегических партнеров для министерств. Это будут стратегические партнеры из числа республиканских общественных организаций. Я не знаю, в курсе вы этого или нет, но в этом есть перспектива для именно для формирования ЧАР в Казахстане. Может быть, это кому-то информация будет полезна, потому что у нас различные министерства. И если у вас есть республиканская организация, вы можете позиционировать себя как стратегический партнер. Стратегический партнер выбирается на конкурсной основе, финансируется из государственного бюджета. И можно не только реализовывать свои какие-то там уставные цели, но и практически оказывать помощь министерствам отраслевым в формировании определенных отраслей. Это то, что я хотела сказать. Может быть, это будет полезным, интересным. Вот все. Что касается разницы между тремя этими терминами, я не знаю, насколько может быть мое мнение, но оно субболичное и субъективное. Лоббизм, он практически в Казахстане не используется, он у нас отдает немножко коррупционностью. Для себя я разделила эти три понятия такими образами. Буквально одну минутку еще скажу, просто исходя из той практики, которая у меня есть. Лоббизм – это достаточно узкая сфера, туннельное зрение, преследует продвижение интересов какой-либо, ну, какой-то там определенной одной структуры. И она не гарантирует качество работы в силу того, что у нас в Казахстане нет нормативно-правового обеспечения для реализации подобной работы. Чаще всего это очень плохо заканчивается, и вот эти форматы работы, они приводились. Второе, что мы сами в своей практике используем – это адвокаси. Это практика продвижения законов прав и интересов пока граждан, так как я работаю в некоммерческом секторе. Но мы делаем это через юридические лица, и мы работаем в составе рабочих групп министерств, принимаем участие в разработке законов, в разработке изменений и дополнений. Да, мы практически делаем. Что для меня отличает JAR от адвокаси? JAR – это уже следующий уровень работы, когда идут интересы не только граждан через какое-либо юридическое лицо, но когда организация уже доказывает свою состоятельность и определенный импорт показывает, и тогда оно действительно становится партнером государства, то, что сейчас у нас и начинает в Казахстане формироваться. Я рада, что у нас сейчас это начинает делать своя из маленького, из достаточно небольшого города. Я так понимаю, большинство, видимо, из вас, я прошу прощения, может быть, какие-то вещи я пропустила, но мне, конечно, был бы интересен и практический опыт. В своей работе мы партнерим больше с донорскими организациями, с грантовыми программами, и у нас есть доступ к мировым лучшим кейсам, но мне, конечно, больше интересен казахстанский опыт. Спасибо большое за внимание, у меня практически все. Спасибо. Спасибо, очень интересно. И смотрите, я еще раз хочу сделать акцент, что центральные аппараты ГАПы, Международные ассоциации, есть плановая работа, это раз в три месяца определенный вектор, но в основном это все на английском языке всегда происходит. То есть, допустим, встреча африканских фотористов была недавно. Программы обмена опытом происходят постоянно, и раз в год Международный Government Relations Forum, который у нас уже будет седьмой или восьмой. Также некоторые записи, видео, новости, можете об этом почитать, присоединяться. Я больше занимаюсь стратегическими вопросами, ну и практикую, да, как бы сейчас вот тоже процентов 60 времени занимаюсь адвокацией Украины, да. Понимаете, это все очень непросто. Поэтому по техническим моментам у меня есть просьба обращаться. У нас есть три русских менеджера, они владеют русским, украинским, евритом, кому нужно. Вот, поэтому можете к ним обращаться, а Яжан вот знает все подробности, она с нами давно, это по плановой работе. Но, пожалуйста, предлагайте тоже свои темы, я рада поделиться опытом, ну, мы также рады сотрудничать и в выборном векторе, и в векторе, ну, как бы практических проектов. Поэтому спасибо вам большое, мне бы очень было интересно послушать больше, я знаю, как бы, ну, некоторых людей из зала, у которых тоже есть практический опыт. Ну, видите, постоянно конкурируя с вечерней программой в четверга, это сложно. А Яжан, пожалуйста, ваши ремарки, и, возможно, еще кто-то хочет выступать. Я думаю, что меня в этой конференции точно достаточно, я даже перебрала свое время, да. Спасибо. Хорошо, если вопросов нет, тогда будем официальную часть заканчивать. Вот, я думаю, что неофициально, а также продолжится, как бы ее продолжит А Яжан, она расскажет подробнее о программах. Я выслала свои соцсети, мои личные, ИГАПа, Вероника, себя идентифицирует, и А Яжан, финал. Я думаю, мы, наверное, группу создадим, Катерин, как вы смотрите на это, и там тогда уже обменяемся контактами и вопросами, потому что все-таки у людей остались очень много вопросов. Миллиард, да, подправляет про АйГАП в целом, да, как мы можем коммуницировать, как мы можем друг другу быть полезны. Ну, я могу ответить на вопрос, у меня 11 утра, я знаю, что у вас поздно. Да, у нас просто нету, и у меня сейчас просто на сигнализацию необходимо офис закрыть, поэтому я думаю, давайте мы завершим, группу создадим, и, возможно, да, вот по одному вопросу, допустим, какие-то там, ну, я не знаю, вот там, дискуссии там проводить и так далее в зуме, либо в группе, хорошо? Нет, такое предложение. На самом деле, Катерина, у меня есть пара людей, которые я не знаю, но я делаю личную озвучку, потому что мы, в принципе, сами на контакте, поэтому я, наверное, вам их направлю. Да, да, пожалуйста, пожалуйста, можно лично поработать. Да, лично. Ждем в ноябре здесь, в Вашингтоне, еще хорошая похода в ноябре в Вашингтоне, предвыборная, как бы, скажем так, сейчас же выборы, поэтому всех ждем, спасибо большое. У нас тоже. Да, у вас тоже. Да, у вас тоже. У нас тоже предвыборный период. Да, это хороший период что-то продвигать, вы знаете, перед выборами что-то продвигать. Да, да, хорошо продвигать. Аттракцион хедрости обычно перед выборами. Все, спасибо большое, спасибо всем, что поддерживает Украину. Да, спасибо, до свидания. До свидания. Спасибо. Спасибо. До свидания. Продолжение следует...